На нашем канале проходит новогодний розыгрыш, с его условиями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Этот ролик является перезаливом видео, вышедшего 20 декабря. Из-за спешки того видео было со множеством ошибок и недочетов, сейчас вы посмотрите изначальную версию, которая должна была выйти. Спасибо за понимание и приятного просмотра. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня для вас есть очень непонятная новость. Я давно хотел признаться в этом, но решился только сейчас. Итак, на самом деле я... Так, стоп. Я не понял, что вам наговорил тут просто оратор. Но сегодня у нас топчик. С вами Свеги Дени, Gangsta Shit Все Дела. И сегодня у нас топ-5, по моему мнению... Это важно сказать, по моему мнению... Топ-5 игр на Sony PlayStation Portable. Оно же PSP. Да, у вас там возникнут впечатления, что... Ой, ты слишком старый, сейчас играют все в Xbox One, PlayStation 4. Я люблю ностальгировать. Поэтому сегодня у нас PSP. Подтверждение моим словам, вот PSP. Оно было белое. Слим-версия. У неё отварился аккумулятор. Ну как, он держался на соплях. Формально. Поэтому я сочинил для вас этот Gangsta Rap. Поехали. Пятое место. На пятом месте у нас игра, которая... Была первой игрой, которая меня влюбила в мир автогонок. Она по праву может соревноваться в моём топе с другой игрой Need for Speed Most Wanted. Но выбрал я её, потому что, ну сколько там жести вокруг было, о которой я потом расскажу поподробнее. Её просто неисчислимое количество. Поэтому пятое место. Burnout Legends. Данная игра это смесь роковой музыки, отличных автогонок и эпичных столкновений. За один режим только где ты можешь реально создавать аварии сам по себе. Ты можешь врезаться в бензовозы. Ты можешь взрываться на ровном месте. И при этом получать бонусы, которые тебе в дальнейшем позволят покупать машины. Это вот просто от этого кайфуешь. Особенно это был кайф, когда я изначально играл в неё. Это было в начальной школе, когда ты переходишь прям перед младшими классами или друзьями. Ты говоришь, а сейчас создам аварию и будет классно. Эта игра в принципе могла я по праву первое место занять. Но всё-таки здесь надо понимать, что я оцениваю не только саму игру, но и всё-таки как она отразилась на мою память. Поэтому в данный момент Burnout Legends 5 место. Четвёртое место. Итак, на четвёртом месте у нас в топе игра, которая мало кому известна. И в большинстве своём она имеет известие только за счёт платформы на PSP. Потому что эта игра вроде как хотела конкурировать с рынком FIFA, что у них не получилось. Потому что они произвели две серии этих игр и в итоге загнулись. Студия, которая делала Sony, причём соневская студия, замечу, не захотела делать эту игру дальше. Но осталась приятная память. Это World Tour Soccer 2006. World Tour Soccer 2006 можно вполне охарактеризовать тем, что это игра, которая пыталась конкурировать с FIFA, но не получилась. Но отдать должное множество режимов в этой игре. Реально, вот можно любой режим. Хоть на время играй. Хоть в зонах определённые очки получаешь. Хоть за непонятные теги даже существуют, которые я даже без понятия когда играл. В общем, в этой игре можно сыграть любыми сборными. Вообще, там, Украина, Россия, вообще любой. Можно сыграть сборными матчами звёзд, можно с каждого континента, можно сыграть сборной Европы, сборной Африки. Будет офигенный матч, особенно по составу. Составы, там вообще отдельное слово. Там такие составы собираются, что реально слеза просто наворачивается на глаза, особенно когда ты родился позже 98-го года. Всё равно приходят ностальгии по таким футболистам, как Ситеф, Керзаков и Асавин. Это именно вот так вот и произносились эти фамилии. В общем, World Tour Soccer 2006 за его разнообразие в режимах занимает четвёртое место. Третье место. Итак, на третьем месте в нашем топе, как вы уже догадались по моей форме, это форма Phoenix Suns. У нас игра баскетбольная. Она мне больше всего запомнилась, хоть у меня и было много баскетбольных игр на PSP, но за счёт того драйва, который она давала, и сколько режимов игры в ней было, она прям точно в топе баскетбольных игр однозначно. Это NBA Ballers Rebound. Игра, на которой, на картиночке изображённая Стефа Маббори, бывший разыгрывающий New York Knicks. И даже сейчас в честь него, так как он ушёл, уехал в своё время в Китай, и в честь него даже память не поставили. Сейчас где-то будет в углу, там, картиночка, подтверждение моих слов. А мы подробнее объясняем, почему NBA Ballers Rebound на третьем месте. Эх, готов слушать MC SuperNash его каждый день. NBA Ballers Rebound. Игра, эволюция в мире баскетбола на тот момент. Один режим Rex 2 Rich из чего стоит, где была полнейшая кастомизация игрока. Делай с ним вообще что хочешь, а потом доходи до верши баскетбольного мира и быть королём. Полёт фантазии в игре. Хочешь, алиуп сделай, хочешь, со зрителями сыграй, хочешь, кольцо разрушь, реализовав свой режим Juice House. Втроём поиграть, играть против легенд, не проблема вообще для данной игры. Кстати, там даже был русский баскетболист Андрей Кириленко. Его был хорош. Поэтому NBA Ballers Rebound на третьем месте. Второе место. Итак, на втором месте. У нас игра, которая была первой моей игрой на PSP. Была, помню, куплена в торговом центре Гвоздь в Москве. Когда ещё продавались. Для тех, кто знает, что это торговый центр Гвоздь, ставьте лайк. И формально она была ещё платиновой. Там такая же система на PSP работала, как и система в пане дисков, которые выпускают всякие различные исполнители. Чем больше продавалась копия этого диска, Если бы был миллион, там условно копию продали диска на PSP, он становился платиновым. Вот та же самая у меня сейчас диска именно платиновой серии. Это игра, которая, наверное, влюбила меня в мир FIFA. Это FIFA 07. Для тех, кто не знает, что это за строчка, те не играли в FIFA 07. Первая русская песня в серии FIFA от группы Persephone's Bees. Музыка для фильма. Ставил бы, если честно, я бы оригинал был, но авторские права, а сами понимаете, проблемы не нужны. С музыкального ряда, я думаю, можно и начать. Один из лучших за всю историю игры. Но это, по моему мнению. Органичность, разнообразие и музыкальность вообще выделяло их на фоне и последующих частей, и предыдущих, хотя и в предыдущих было много интересных песен. Игру можно было назвать аркадной. Комбинации, добавившие 99,9% результата, можно было вообще выучить за 1-2 дня. Мини-игры, это вообще отдельная история. Самый идеальный режим для того, чтобы не уповаться скукой. Единственный косяк, который могу выделить, это лица игроков. На нынешние игры FIFA-то жалуются, что лица у некоторых вообще не похожи. Но там это было просто... Если резюмирую, почему FIFA 07 в топе, режим карьеры, мини-игры, музыкальный ряд, комо-ролики, которые были шикарные, набор игроков и геймплей. Поэтому серебро. Первое место. Итак, на первом месте у нас игра, которая сделала так, что я полюбил такой вид спорта, как американский футбол. Вы сейчас видите на мне кепку, это как-то с кепочкой New York Giants. И как ни странно, человек, который изображен на обложке этой игры, тоже игрок New York Giants. Итак, игра, которая у нас занимает победное место, это NFL Street 2 Unleashed. Персонально хочется поблагодарить вот так вот эту игру за то, что она убивала мои часы на даче. Я в неё неисчислимое количество часов сыграл и не жалею за счёт того, что я полюбил после этого американский футбол. Let's get ready to rumble. Хоть это и боксёрская фраза, но она идеально подходит под описание данной игры. О, господи, сколько здесь всего можно сделать? Режим карьеры есть, который похож на NBA Ballers и его Rex to Riches. Сыграть можно было легендами американского футбола. Конечно, вот правда лица у всех угрожающие очень были, как будто они тебе что-то явно скоммуниздить хотят. Ну, так как вид спорта вообще в голову угла ставят такую характеристику, как агрессия, это воспринималось вполне нормально. Множество мини-игр. Мячики можешь половить, один на один хочешь — сыграешь. Боишь там скилл челлендж, там на фристайл и так далее. Всё что угодно. И как же мы забыли, главным лицом игры был... Машины вроде Bugatti и Ron настолько дорогие, что встретить их можно только в гаражах самых богатых людей мира. Exhibit, ведущий тачки на прокачку, на которой выросло множество поколений, являлся квутербэком команды All-Star. С помощью его наставлений, как ассы, проходилось обучение. Музыкальный ряд тоже давал фору остальным играм, органично вписываясь в дух игры. Дроунинг, пул, множество агрессивного рэпа. Всё прям идеально заходило. Поэтому спасибо данной игре за любовь к американскому футболу. NFL Street One Unleashed заслужена на первом месте. Итак, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился данный топ игр на PSP. Надеюсь, многие вспомнили какие-то старые игры, свои старые не только из данного топа, но ещё какие-то. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про наш новогодний розыгрыш. Его условиями можете ознакомиться в описании. И помните, что детство такое беззаботное время, что была еда вкуснее и игры лучше. Всем пока. Так, ну чё я хотел бы сказать? Я, во-первых, вернусь. Как я заявлял, не знаю, что вам там в очередной раз наговорил предыдущий оратор. Но могу сказать честно, игры на PSP это хорошо. Ностальгия. Помню, как мы там с Сявой дружили в 2007 году, напевая его песни, и меня зовут Сява, я... А дальше я не буду. Незачем. Поэтому PSP игры хорошо, но пока в три раза лучше. Поймите меня правильно. О боже мой! Да всем насрать! А сейчас мы будем слушать трек шведской гангста-группы. Ну, как она, не гангста, но я так хочу считать. Группа Аббан. С вами был Свеги Дэнни. Гангста Шит сочинил весь рэп. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok